Как известно, в Китае люди очень такие дисциплинированные. Им сказали сидеть в закрытых квартирах, они сидели. Им сказали ходить в масках, ходили. Там очень четко, поэтому там вирус сейчас пошел на убыль. Сейчас Китай возвращается к нормальной жизни. Но вопрос в другом. Вот люди долго просидели вместе в закрытых помещениях. Муж с женой и так далее. Сейчас начался такой шквал разводных процессов. И в Китае тоже? В Китае именно. Вот в городе Фуджоу даже ввели ограничения только 10 разводов в день. Представляете? Скажите мне, это последствия вируса. Развалы семей, отношений. Ну потому что люди в Китае это вообще особенно. Там же работали по 15 часов в сутки. И вдруг вместе. И вдруг вместе этих 15 часов, это же можно с ума сойти. Действительно так. Они друг друга и не знали. Они знали друг друга только когда переклестывались дома. И все. А так больше ничего. Они вдруг увидели, это моя жена. Ага. Только не хватало еще спросить, как тебя зовут. Настолько люди в настоящее время не пересекаются друг с другом. Если они пересекаются, то не друг с другом. А что на кухне, что будем кушать, что там, что там. То есть вне себя. Вне тебя и вне меня. Что там между нами, чего-то там надо сделать или что-то такое. То есть оказалось, что вирус оказался такой проверкой семейных отношений людей на самом деле. Да у них и не было семейных отношений. Их вынудили, понимаешь ли, создать семью. Жениться, выйти замуж. И они оказались вместе. Хотя до этого 20 лет жили вместе. Но это не называлось жизнью. А теперь, оказывается, вот это называется жизнь и семья. Никто на это не согласен. А вот вы у нас известны как противник разводов. То есть это вы всегда говорите, это крайняя степень. Крайняя, самая крайняя. Потому что там есть дети, естественно, и так далее. Вот все-таки как человеку находиться вместе, сейчас многие находятся в таком состоянии, вместе в закрытых помещениях, вдруг видят друг друга, как вы говорите. Как им не разбиться? Как им не разломать эту жизнь? Надо, во-первых, принять априори, что все мы не ангелы. Всеми нами крутит судьба. Высшая сила. И ни один из нас не святой. И, естественно, даже мы друг друга не знаем. И себя мы не знаем. И поэтому ты можешь изменяться еще много-много раз в жизни. Но то, что ты сделал людей, детей своих, ты за них отвечаешь. И неважно, какие у тебя отношения с женой или с мужем, но вы отвечаете перед детьми, которых вы родили. И вы не можете откупиться от этого деньгами. Вы обязаны участвовать в их воспитании. В росте. В их росте, в их создании. И поэтому ты можешь давать миллионы на своих детей, но все равно они не будут считать тебя отцом, если ты не с ними. И наоборот, вы будете жить впроголодь, может быть, вся семья, но если ты с ними, они будут считать тебя отцом и не будут тебя упрекать, что ты их оставил. Поэтому развод это самое конечное, даже, сказал бы, законечное, заграничное состояние. Я бы разводы не разрешал. Просто не разрешал бы? Не разрешал бы. Но если есть дети, если нет детей, то другое дело. Ты поговори со многими, в основном с отцами, которые оставили своих детей и спроси у них, как дети к тебе относятся. И ты услышишь, я это слышал много раз в своей жизни, что дети не одобряли никогда отца за то, что он их оставил. Он их оставил. Не мать оставил, а их оставил. И вот это они воспринимают как предательство. И ты не можешь купить с деньгами. Ничем. Вот видите, что вирус наделал? Видите, все-таки он вот эти вопросы человек должен себе задавать. А это потому, что нет правильного воспитания. Поэтому они не смотрят так на семью. Вирус делал очень верно. Он показывает нам постепенно, обнажает нам всю-всю-всю-всю-всю нашу систему. Рентген такой. Да. Как совершенно неприемлемую для существования рода человеческого. Воспитание. Воспитание. Это то, что надо человечеству. Вот все эти ресурсы, все, что освобождается сейчас, кроме необходимых для существования, бросит на воспитание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова